Ну что, мальчишки и девчонки, продолжим? Сегодня вам расскажу и покажу, как оформить канал на ютубе. Уделите пару минут своей жизни, чтобы создать красивый и качественный дизайн своего канала. Ведь от того, как вы оформите свой канал на ютубе, зависит очень многое. Смотрите сами. Первое, что видит пользователь, когда заходит на ваш канал, это то, как вы его оформили. Какая у вас аватарка? Используете ли вы фоновое изображение для канала и указан ли ссылки на ваши социальные сети? Все это барахло преследует единственную цель. Пользователю должно быть понятно, куда он попал и что здесь происходит. Важные замечания. Фоновое изображение канала – это та ерунда, которую в народе часто называют «шапка канала». Правильное ее оформление критично важно, особенно если вы продвигаете свой личный бренд или занимаетесь продажами через свой ютуб канал. И еще немного говнеца в ваш огород. Почему многие из вас забивают болт на такой важный элемент, как оформление превью к вашему видео? Вы просто берете и оставляете тот, который предлагает сам ютуб. Ну а хули, ютуб в херни не посоветует, а заморачиваться с фотошопом как-то в лом. Те, кто так поступает, послушайте меня. Ваше превью играет огромную роль. Большую, даже чем ваш качественный аватар и шапка канала. От превью зависит самый главный момент – кликнет на ваш видос человек или уйдет конкурентом. Потом не жалуйтесь, что потратили столько сил и денег на создание промо-ролика, а просмотров – уй. Так откуда им взяться, если ваше превью – полное овно? Ну да ладно, давайте обо всем по порядку. Я надеюсь, вы все же смогли ловить суть и поняли, что качественное оформление канала состоит из нескольких важных частей. А именно, это аватар вашего канала, это шапка вашего канала, превью вашего видео и еще пару секретных фишек, о которых не знают ваши конкуренты. О них немного попозже. Начнем, естественно, с самого простого и добавим аватар и шапку канала. Вся эта херня делается через настройки. По идее, сложности точно не должно возникнуть, просто повторяйте за мной. Продолжение следует... Отлично! Аватар и шапка канала добавлены. Я надеюсь, вы осознали, что будет с вами и вашим бизнесом, если вы не будете использовать уникальное превью к вашим видео. Отлично! Старайтесь создавать уникальный, цепляющий взгляд превьюхи. Вот вам несколько советов по созданию идеальной заставки для вашего видео. 1. Заставка должна быть яркой и запоминающейся. 2. Должна вызывать желание кликнуть на видос и узнать, что там будет происходить. 3. Текст должен хорошо читаться. 4. Прежде чем бездумно устанавливать, протестируйте, все ли работает нормально. И самое главное, не умеете пользоваться фотошопом, не беда. В нете куча бесплатных сервисов, позволяющих забабахать в крутую превьюху за пару секунд. Не ленитесь, погуглите. Ну вот, пол дела сделано. Вы почти молодец. Переходим к другой, не менее важной штуке. Называется она фирменный стиль. Вы же должны как-то выделяться из толпы похожих каналов, правильно? Начните с самого малого. Добавьте на свой канал логотип. Это часть вашего брендинга. В идеале, пользователь должен узнавать вас из сотен таких же каналов. По этой причине, вам просто необходимо добавить собственный логотип. Делается все это за пару минут через админку вашего канала. Повторяйте за мной, и у вас все получится. Единственное, прежде чем разрабатывать свой логотип, обязательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению. А то понаклепаете всякой ерунды. Что хочу добавить от себя? Это то, что логотип должен быть на прозрачном фоне. На прозрачном, а не на белом, вашу мать. Оптимальный размер логотипа это 800 на 800 пикселей. Формат файлов самый обычный. Это JPEG и PNG. Для особо одаренных сообщаю. GIF формат не поддерживается. Внимание! Важная информация. О ней я говорил в прошлом видео, но не все это восприняли всерьез. Очень важно для правильной оптимизации вашего канала указать ключевые слова. Так роботу ютуба будет легче понимать, о чем ваш канал и рекомендовать его заинтересованной публике. Если у вас отсутствуют теги канала, то вы хер пойми кто и непонятно к какой категории вас относите. Будьте так любезны, проанализируйте заранее, какой тематике посвящен ваш канал и укажите пару ключевых слов. Делается это все там же, в админке вашего канала. Смотрите внимательно и запоминайте. Для вас даже стрелку нарисовал, чтобы вы не промахнулись. Не забудьте нажать сохранить, чтобы изменения вступили в силу. Ну и напоследок, черканите пару строк о том, кто вы такие и почему решили завести канал. Расскажите пару слов, почему на вас стоит подписаться. И добавьте наконец ссылки на ваши социальные сети. В мире же не один ютуб, в конце концов. Многие из ваших подписчиков захотят пообщаться с вами, задать вам пару вопросов, облить говном или просто сказать спасибо. Не лишайте их такого удовольствия. Осуществить задуманное можно перейдя в админку вашего канала и нажав на шестеренку рядом с творческой студией. Возле вашей крутой фотки синим цветом выделено название вашего канала. Просто нажмите на него и перейдите на свой канал. Видите эту синюю здоровую кнопку с названием настроить вид страницы обзор? Нажимайте. Следующая вкладка, которая нам нужна, называется О канале. Смело переходим. Добавляем пару строк о себе любимых и не забываем указать адрес электронной почты. Так, на всякий случай, может кто рекламку захочет купить или еще что. А вот здесь, в самом низу, указываем ссылки на ваши социальные сети. Ну вот, вроде бы и все. Этого уж точно для начала будет достаточно. Если информация была для вас полезна, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на мой канал. Чем нас будет больше, тем чаще я буду выпускать новые полезные уроки. Так что все зависит от вас. Пока.